Аплодисменты 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 Я буду вспоминать всю жизнь. Мы продолжаем. Сергей Иванович. Субтитры подогнал «Симон» 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 У них были кровоклассные пиногонии в России, и тем не менее у каждого из них был тот момент, когда они вот что-то внутри ёпнуло, и каждый от них себе сказал, я хочу неинтересно, я хочу попробовать. Да, и получилось так, что они поехали, выставили, я не думаю, что Девяты или Фавио бегают за этим по коридорам и кричали, давай я посудимаюсь. Они сами выбрали этих коридородков, они зачем-то были нужны им, наверное, правильно, мне так кажется. И поэтому вот эта часть нашего шоу, это впечатление, начиная, ну поскольку мы начинали с этой стороны, начнём с этой стороны. В двух словах сердечно, и те динамику, когда вы первый раз пришли, когда вы первый раз встретились в рабочем процессе с Девятой, ваши впечатления. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, я не знаю, что я лично и у вас отрали, так же, как и танцуешь. У меня были странные впечатления, честно скажу, я могу только рассказать, что меня больше всего поразило, да, это? Будет перевод по этому, как бы, нам хорошо, но я считать это будет неинтересно. Что мне больше всего поразил Далли, и он нам потом рассказал мою историю, что когда он был ещё ребёнком, он хотел быть автомастером. Тяжёлые жизненные истории сложились так, что его судьба связана с перестанцем, и он не является учителем в бою танцем. Да, но, как он сказал, что это было очень тяжело для него, потому что, в результате живых ситуаций, вместо того, что он не работает, он превратился в профессиональный ламп-ститчер. И в первый раз, когда я приехал в мой урок, меня поразил реб мотора Феррари, который подлежал в студию. Да, ну, это было так же, как Феррари, Мазарати, Порши иногда, и он, в принципе, меняет машину каждый день. Я потому, что ты хочешь хорошей родителем, меня на будущем, простудил. Да, так же, кто院, может быть похожей? Да, и такие. Так же, все прямо. Тула пиета улыбнула в меня. Все прямо, что это, что это очень интересно и промежливая проспект, что все эти красоты приспозят. Хорошо. Ну и как любой мужчина, мы любим самых красивых девушек, самых умных, красивых, талантливых. И поэтому у него русская жена Ольга Гашина. Потому что Ким – настоящий комиссар, поэтому он был самый лучший партнер в мире. Он был русский муж. И я бы хотела теперь добавить, что Ольга Гашина поистине русская женщина. И как у нас говорится, что она и в горячую листу войдет, и гоня нас с такого за мной. Дамы и господа, десятый партнер Ольга Гашина, который в нашей клубе стал чемпионом Советского Союза России. Саша, поднимем его, пусть тебя наоборот смотрят. Окей. Давайте спросим у Дэвина. Какое было первое впечатление об этом горячем русском партнере? Дэвина, какова первая впечатляет этого русского партнера? Итак, очень сложная вопрос. Я должен вернуться в мою память около 6 лет. Итак, мне придется сейчас катиться в память около 6 лет назад. Ну, первое впечатление я их встретил, потому что они пытались начать работать с меня и моим мужем. В первый раз я пришли попросили, давайте начать уроки у меня и уже мы. И я должен сказать, что это две вещи, которые меня с вами поразили и предварили. Технически и артистически они были замечательно подготовлены. И здесь я хочу сказать спасибо за люди, которые им говорили в предыдущем, в названии Александр Ванчуки и Ирина Маркова. И он очень принял большую наградность их педагогам, которые подготовлены их на этой стадии. И второе, что меня очень положительно заинтересовало и интоносило, это то, что это были очень умные ребята, на самом деле, с самого начала. Я должен сказать, что последовательность этих рейсов и Малифиди была очень сложной работой. Хотя это достаточно трудный путь от того, как мы не были на чемпионство. Возможно, Сергей имеет очень сильный характер, и наш гайдер был очень сладкий. Но понятно, что у Сергея очень определенный характер, и настойчивый, а более она, как девушка, полиэтила, милая и пушистая. Но на самом деле она более жесткая, чем девушка. Ирина Маркова. Поэтому иногда бывают трудности, когда мы не хотим, что я не хочу. Но я так думаю, что мы, господи, подошли к тому моменту, когда мы можем сказать, попросить девушку сказать, лучший дарец, который я знаю в этой программе, это, и мы что-то увидим. Итак, теперь мы будем смотреть на танцы. Но, в первую очередь, я бы хотел спросить вам, что, от вашей точки зрения, что это лучший танец? Возможно, я не знаю, если это лучший танец, но это лучший танец. Но что это лучший танец? Но я должен сказать вам, что, в моем личном опыте, я не хочу сказать, что Сергей не будет хорош, потому что Сергей не будет лучшим танцем. Но он всегда был танец, он, наверное, мой любимый танец. И я бы хотел, чтобы тогда был волк. Вольф. Вольф. Вольф Сергей и Ольга Клавацко. Вольф Сергей. Игорь Клавацко. Вот это лучший танец. Вольф. Игорь Калакаки. Игорь Калакyw graph när physiology скрыт. Игорь Калакова. Вольф. Продолжение следует... 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 И я надеюсь, что вы все чувствуете. И я хочу остановить ток-шоу. И я предупреждаю, что это будет больше. Это время я надеюсь. Из комбинации. То, что в русском языке называется ос. И то, что в русском языке называется light figures. То есть такой пластический этюд. Представьте себе, что вот два рода у нас здесь есть. Или, допустим, два микеландрона. Два скульптора. У них материал. Одинаковые границы. Или одинаковые рамы. Вот. И мы начинаем, сохраняя последовательность. То есть мы просим Сергея и Ольгу показать то, что они сделали. И так. Пластический этюд. Ольга и Сергея Кондратов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 и умение сочетать прекрасное с, скажем так, физически впечатляющим. Наверное, это будет самая точная публировка. И поэтому наш следующий раздел нашего диалога — это техническая сложность, максимальный технический уровень сложности, который на данный момент нас напокажет пара, презентующая на самые высокие места в мире. Сергей Иванович. 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 Спасибо большое. Ноги даже отнимаю. Дима и Оля. Вперед. Вместе с Амутинским написано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, теперь совершенно необычные вещи будут, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Альбом. Альбом. Ну? Все, альбом. 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 Спасибо. Ну, теперь посмотрим друга, который получил Дима от Орла. Артемян? Да? Третья взрослая. Здесь не надо сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен вот тракт. Вот отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Снимаем шнерку. Ну, и еще один раз. Я мог просто было выглядеть по-другому. Сразу скажу, пусть ребята меня не обижаются. Я думал, что у нас будет Град-фенал. Это был задумок Град-фенал. Я предложил Фавио написать список основных фигур и передать их Девиле. А Девиле написать список основных фигур. И передать этот список Фавио. И чтобы Девиле приготовил это с Сергеем, а Фавио с Димой. На что танцевали они с разными партнершами. А весь этот партнер поднимался. Если ему нравится какая-то из одних этих пар. Но дело в том, что перед чемпионатом мира мы решили опасные эксперименты не проводить. На что умный и интеллигентный ему же Арков сказал, Федорович, партнерша, это как гитара. Вот ты его настроил, и она играет. А тут потом кто-нибудь его рассказывает. И гитара вдруг в автонострали и все играет. И когда... АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, дорогие друзья, в данный период мы вынужден расрулили банальный бейзинг. Сейчас эти две замечательные, но я пошутил банальный бейзинг. Потому что... Я думаю, что можно бесконечно разговаривать с Девитой, с Фавио. Они бы могли бы рассказать о великих мастерах, в которых они учились. И они могли бы привести по примеру роскошного метода одного факста, который они когда-то видели на своих учениках. Учителями, допустим, Боби и Милы Игоря. Или это не Ферлик. Потому что это были великие мастера, которые когда-то им передавали свои знания и свое искусство. А вот теперь у нас есть две замечательные пары. Задача которых... Одна из задач которых — хранить стиль каждого танца. И чтобы специалисты понимали, что верный Макс Кройт — это верный Макс Кройт. А все остальные танцы, не все остальные танцы. Вот. Ну и поэтому сейчас уже на пальцах ничего делать не будем. Монеты кидать не будем. Начинаем с Димы и Соль. Вот тот медленный Макс Кройт, который был Фабио Сэлл считаем. Медленный Макс Кройт. Который был Фабио Сэлл считаем. Медленный Макс Кройт. Медленный Макс Кройт 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 КОНЕЦ 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 Сирене Ольга, пожалуйста. Финал из музыки и лучших на истории. Так медленно золото танцевать не можешь. Дамы и господа, в общем-то это... Это конец нашего шоу. Да. Я сейчас только я попрошу урю авторисментов, я надеюсь, что она будет, потому что её заслужили эти люди, заслужили все вы, что вы сегодня здесь и смотрите на всё это на наши вот придумки. Я хочу закончить следующим образом. Наш сегодняшний шоу называется «Итальянские ответы на русские вопросы». Наше следующее шоу будет называться «Русские ответы на русские вопросы». И с молодыми профессионалами, с заслуженными педагогами. На этом станете выйдут лучшие пары, которые вы считаете надеждой танцевального спорта России. Сегодня для вас, как символ будущего, танцует пара, которая выиграла мировое империумство по дистанциям, которая выиграла мировое империумство в европейской программе, которые были третьими в мире. Для вас танцуют Владислав Колесников и Аня Исакович. Верные мои! «Аня Исакович» Субтитры делал DimaTorzok 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 И пожелаем вам удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ